В коридорах 32-й школы фотографии известных спортсменов-выпускников. Здесь с первого класса училась и Ксения Лобыгина, чемпионка России в беге с барьерами. Егор Ипатов уверен, его фото здесь тоже появятся. 11-классник только что вернулся серебром с российского турнира по спортивной гимнастике. Теперь цель – Олимпиада. Амбиции, получается, присутствуют. Олимпийские игры у нас в 2024 году в Париже. Буду прилагать все усилия, чтобы попасть сначала, наверное, в сборную команды России. Получается, выступить на играх. Учится Егор и тренируется здесь с первого класса. И за все это время делится старшеклассник. В спортзале ни разу не обновляли маты. У нас получаются маты по спортивной, для спортивной гимнастики, для выполнения различных упражнений, кувырков, стоек и переворотов. Но они, конечно, бы хотелось их обновить, потому что у них есть потертости. Где-то они порваны маленько. Они еще катаются. Из-за этого бывают проблемы. Не только маты, но и остальное спортивное оборудование уже давно требует замены, говорят учителя физической культуры. Нуждается в ремонте и сам спортивный зал. В общем, видите, уже стены приходят неугодность, облазит краска на стенах. На потолке, соответственно, все это требует уже ремонта. Также требует ремонт оборудования, оно уже старое, выходит из строя. Вот шведская стенка, например, тоже уже старенькая, где-то что-то отвалилось, где-то уже не подлежит ремонту, уже своими силами где-то пытались ремонтировать. Нужна капитальная замена, в общем. 32-я школа единственная в Ижевске, где есть специализированные спортивные классы. Это направление здесь развивают почти 40 лет. У учеников средних классов уроки физкультуры каждый день. С 7 утра и до 10 часов вечера спортивный зал полностью занят. Наша школа формирует специализированные спортивные классы, поэтому очень напряженный график учебных и тренировочных занятий здесь. У нас тренируются и спортсмены из детско-юношеских спортивных школ. То есть зал действительно нужен школе, и ремонт он требует срочного. На ремонт спортивного зала и обновление оборудования требуется 1 миллион 680 тысяч рублей. Сегодня в школе совместно с активистами готовят заявку на участие в республиканском конкурсе «Инициативное бюджетирование». Предположительно, в этом году на конкурс будут поданы не менее 15 заявок по Устиновскому району, исходя из того, что сейчас какие-то инициативные группы сформированы, кто хочет уже заявиться на конкурс. А возможно, их будет и больше, потому что с каждым годом растет количество желающих участвовать в этом конкурсе. Конкурс действительно помогает решить много вопросов. 32-й уверены, их проект сможет одержать победу в конкурсе и получить средства на ремонт спортивного зала в 2022 году. И это станет лучшим подарком к 40-летнему юбилею школы, который готовят чемпионов. Светлана Буланова, Юрий Зеленький. Новости. Новости. Новости.